До прихода искусственного сверхинтеллекта осталось дыней. Человечество семимильными шагами движется к достижению сверхинтеллекта. Но насколько наша цивилизация близка к его достижению? Счет идет на десятилетия, годы или может быть все-таки дыни? Для того, чтобы разобраться, как много времени у нас на самом деле осталось, и что мы узнаем с вами в конце этого ролика, или этот вывод куда более важный, чем кажется, нам нужно будет с вами рассмотреть три основных этапа. Первое. Это понять, какие виды интеллекта существуют и что же такое сверхинтеллект по определению. И почему это понятие сейчас так важно. Второе. Это понять, какие факторы способствуют развитию сверхинтеллекта прямо сейчас. Почему его не достигли еще в прошлом году. А какую новость ждать, разберемся в развитии мощностей компьютеров и энергетической составляющей. И третье. Мы рассмотрим ограничивающие факторы, которые уже прямо сейчас сдерживают сверхинтеллект. Или, правильнее сказать, пытаются. Можем ли мы что-то на самом деле сделать? Для создания этого ролика мне пришлось посмотреть более ста различных источников. И я уверен, что некоторые факты вас эшеломят. Ну, как минимум, заставят задуматься. И если вы думаете, что вся эта история про технологии и сверхинтеллект вас не коснется, что ж, отлично. Вам будет особенно интересно посмотреть. Для того, чтобы я мог записать это видео, а вы ее посмотреть, тысячи поколений рождались, жили и умирали, развивались, создавали технологии, придумывали интернет, микрочипы, камеры, социальные сети. Это не произошло за секунду. И, конечно, мы задавались вопросом, а что есть человек и наш интеллект? Еще в 50-е годы были созданы первые нейромодели. Разница между нами и имя сейчас огромная. Это же всего лишь математическая копия, которая выполняет определенные функции. И все, кто пробовал нейросети еще буквально год назад, плюнул и сказал, что да мне самому сделать легче. Разбудите, когда они наконец-таки начнут делать работу за меня. Понимают, о чем я говорю. Но если вы на этом канале достаточно давно, вы знаете, что произошло только за последние полугодия. И как быстро мы движемся. Чтобы разобраться, что есть сверхинтеллект, давайте определим, какие виды интеллекта человечество сейчас определяет. А заодно и на каком мы этапе. Принято разделять три вида интеллекта. Artificial Narrow Intelligence, ANI, или так называемый узкий интеллект. Это то, где мы сейчас находимся. Нейросети, которые могут выполнять лишь определенные функции. За ним следует AGI, Artificial General Intelligence. И мы сильно приблизились к нему с появлением O1 модели от OpenAI, которая уже сейчас показывает знания выше докторов наук. По очень многим областям знаний. И, конечно же, ASI, Artificial Super Intelligence. Это сверхинтеллект. Интеллект, превосходящий человеческий разум. Остановимся на каждом чуть-чуть подробнее. ANI, искусственный узкий интеллект. Часто называемый слабый ИИ. Этот ИИ уже внедрен в нашу повседневную жизнь. Его можно описать так. ANI, это сверхчеловек, способный решать конкретные отдельные задачи. Многие из вас уже ежедневно взаимодействуют с ИИ. Помните разговор с Сири, Алисой на своих смартных устройствах или распознавание лид-проектрии телефона. А также вы видите его последствия каждый раз, кликая на рекламу. AGI означает, что машина будет способна понимать мир так же хорошо, как и человек. В общих чертах AGI должен стать вторым мозгом и собеседником, который всегда под рукой. Это стадия развития интеллекта, равного человеческому. Ну а третья стадия, искусственный сверхинтеллект, не требует пояснений. Оксфордский философ Ник Бостром описывает искусственный сверхинтеллект, как любой интеллект, который значительно превосходит когнитивные способности человека. Практически во всех областях, представляющих интерес. И если я сначала сказал, что мне для того, чтобы здесь стоять, притребовались целые поколения, то разница между AGI и ASI может произойти катастрофически быстро. Если вы знаете, что за нейросетями будущее, а мы видим, как неумолимо оно приближается в этом ускоряющемся мире, то незачем тащить это все на себе, пытаться успевать и набивать ошибки на собственную голову. Но я и не предлагаю покупать какие-либо курсы. В нейросетях и в столь быстро развивающемся мире, мне кажется, это абсолютно бессмысленно. Поэтому есть альтернативы. Это клуб Нейроренессанс, это сообщество. Это люди, которые помогают друг другу в изучении данных инструментов. Более 200 часов контента по цене всего одного вебинара. Практически интенсивы для того, чтобы применять свои знания теоретические на практике, достигать реальной эффективности. Это сообщество не только в компьютере, но и в голове. Новое мышление, новый результат. Нам уже более полутора лет и есть чем с тобой поделиться. Если ты хочешь стать частью, то просто посмотри сайт в закрепленном комментарии. Там есть фильм о клубе и я буду ждать тебя внутри. У нас печеньки. Дело в том, что AGI за буквально одну ночь может прожить 10 тысяч поколений, обновляя себя самостоятельно и обучая. И вся опасность заключается в том, что мы настолько не можем представить, чем станет SI, как муравей не может представить квантовую физику. А выводы, которые может сделать подобный интеллект, для нашего ума просто недосягаемы. А все, чего мы не знаем, мы боимся. Поэтому мы приближаемся к вопросу номер два. Как развитие технологий и мощностей приближают достижения сверхинтеллекта? Самый первый шаг – это увеличение мощности компьютеров. И за последние несколько лет мы стали свидетелями того, как достижения в области искусственного интеллекта растут в геометрической прогрессии. Уверен, что многих из вас даже не было еще в проекте, когда была разработана еще первая советская ВМ. И уж точно мало кто может представить, что в основном вычисления проводились с помощью большого количества девушек, которые с рифмометрами сидели в большой комнате, больше похожей на спортзал. За несколько десятилетий возможности вычислительных систем не просто выросли, они превзошли все ожидания. Никто и представить не мог, как далеко зайдут машины, и как они изменят наш мир. Год назад, когда я готовился к одному из уроков, я читал статью 2019 года, где рассказывалось о суперкомпьютерах. Вывод статьи был такой, что прямо сейчас этим суперкомпьютером до возможностей человека, еще как до Китая, в известной позе. Но уже в 2003 году реальность поменялась кардинально, и мощность сверхкомпьютеров превысила возможности человека в 200 раз. Для отслеживания развития суперкомпьютеров есть некий рейтинг ТОП-500, где мы можем видеть, насколько быстро развивается вычислительная мощность в течение времени. Какие страны обладают самым большим количеством суперкомпьютеров, а также рейтинг самых быстрых компьютеров. Только обратите внимание на количество петафлопсов у Фронтиэра. 1714. А суперкомпьютеры, такие как Саммит, способные выполнять до 200 петафлопс в вычислении в секунду, и Фукаку, способные достигать более 442 петафлопс, стали мощными инструментами для решений сложнейших научных задач, климатических проблем и даже создания новых лекарств. Поясню. Скорость вычисления измеряется петафлопсами. Это означает, что в одну секунду машина осуществляет количество операций, равных 15-значному числу. Я боюсь даже выговорить это число нереально. И вот мы все понимаем, что суперкомпьютеры когда-нибудь станут возможной причиной нашего уничтожения. Но почему с каждым годом они становятся все сильнее? Кому это выгодно? Эта гонка за создание самого быстрого суперкомпьютера в мире не просто хобби. И дело не в призе на какой-нибудь выставке. Речь идет о компьютере, который может решать реальные глобальные проблемы. А может и такие создавать. В мире идет гонка вооружений. Как когда-то шла гонка вооружений за ядерное превосходство. И любая страна пойдет на все, чтобы первой достигнуть EGI. Как в свое время хотела получить атомную бомбу. Ведь EGI это только начало. После его создания наступит практически мгновенный переход к CSI. Как я говорил, EGI будет настолько умен и быстр, что доучит себя сам. И это произойдет мгновенно. У меня есть некие сомнения, что вы понимаете, что означает мгновенно. И на пороге чего мы фактически стоим. Что ж, в данной графике кое-что вам проясня. На данном графике видно, как быстро все может поменяться. Вроде бы ничего особенного. Но вы должны помнить, что находиться на графике в таком месте означает, что вы не знаете, что находится справа от вас. И картинка правильнее будет выглядеть вот так. Как ощущения? Но на самом деле все немножко сложнее. Об этом буквально через мгновение. Мы пришли к третьей главе нашего видео. И мы поговорим о препятствующих и ограничивающих факторах развития сверхинтеллекта. Давайте поговорим о сложности мозга. Так, суперкомпьютеры научились работать на невероятных скоростях. И если наш мозг может выдавать всего 20 петафлопс, то прямо сейчас фронтиеры выдают буквально в 100 раз больше. Значит ли это, что они в 100 раз нас умнее и уже могут вырваться наружу? Не все так просто. Мощность, которая требуется нашему мозгу на подобную вычислительную способность, составляет всего 20 ватт. Для сравнения, ваш компьютер использует в среднем от 50 до киловатта. А мощность, которая требуется фронтиеру для выхода на подобные пиковые значения, составляет 22,8 мегаватта. Что на 10 в шестой степени больше. Можете представить, насколько это потрясающий и просто удивительный механизм, расположенный у каждого у нас в черепной коробке. Способный отправлять ракеты в космос, создавать симфонии, конструировать здания, которые буквально упираются в небо. И при этом расходовать всего 20 ватт. И несмотря на то, что самые сложные в мире ИИ на данный момент творят невероятные подвиги. Ну хотите верьте, хотите нет. Содержимое нашей черепушки все еще остается самым удивительным творением вселенной. Ну если конечно никого там по совершению нет. Но с учетом того, что рост мощности и энергоемкости данных компьютеров идет по экспоненте, достижение такого же уровня становится неизбежным. И вот с одной стороны, искусственный интеллект при всей его потрясающей возможности мыслить и решать вопросы, должно стать решением всех проблем человечества. Нехватка ресурсов, путешествия в космос, болезни, экологические проблемы, голод, депрессия. Но почему тогда Илон Маск в твиттере написал, что искусственный интеллект страшнее Северной Кореи? Искусственный интеллект действительно можно сравнить с энергией атома. И то, и другое можно применять во благо, а можно и во вред. Конечно, уже сейчас искусственный интеллект используется для создания дипфейков, обманов, введения в заблуждение. Многие говорят о том, что это полностью разрушит систему образования и сделает ее гораздо более поверхностной. Ведь у каждого в телефоне будет буквально знание всего человечества. Ну и, конечно же, этические вопросы, которые беспокоят каждого. Заменит ли нас искусственный интеллект? Ведь уже прямо сейчас разрабатываются роботы, которые мы раньше могли видеть только в научно-фантастических фильмах. А скоро будем через них заказывать кофе. Они будут убираться у нас дома, выполнять любые физические операции на заводах. Чего уж говорить про онлайн-профессии. И безработица из-за искусственного интеллекта – это актуальная проблема уже сейчас. Но пока это делают люди. Ведь они их программируют, и ответственность за все происходящее лежит в поле человеческих отношений. Но давайте вернемся к энергии. Суперкомпьютеры требуют колоссальных затрат энергии. И чем больше они становятся, тем больше энергии они требуют. Сегодня только один дата-центр Google может потреблять столько, сколько небольшой город. А ученые уже прямо сейчас работают над новыми технологиями, такие как термоядерный синтез. Который в потенциале может обеспечить нас безграничным количеством энергии. И такие проекты мы уже знаем. Например, Айтер. Это международный термоядерный реактор, который должен уже в следующем году запуститься. И по расчетам ученых, должен стать бесконечным, безлимитным источником энергии для человечества. Но что произойдет, если решение не будет найдено? Что если энергетический кризис доконает нас раньше? Мы достигнем своего пика и не сможем поддерживать суперкомпьютеры и их дальнейшее развитие. Ученые доказали, что сдерживание сверхинтеллекта невычислимая задача. Несмотря на то, что есть ограничивающие факторы к созданию суперинтеллекта, прогресс идет по своим законам. Мы интуитивно думаем линейным образом, хотя должны бы экспоненциальными. Развитие компьютерной техники, как и движение человека по истории, растет по экспоненте. На графике вы видите человеческий прогресс в зависимости от времени. И мы с вами находимся вот тут. И этот график показывает, как на самом деле распределяются сейчас люди. В ожидании будущего. Есть траектория, которая основана на наших темпах в прошлом. И я часто вижу по комментариям, что люди достаточно справедливо говорят, а почему же мы тогда не летаем? Ведь какой-то Марти Макфлай в 2020-х уже передвигался на хавербордах и летающих машинах. А также есть прогнозы, которые можно назвать пессимистичными. Это прогнозы, если у нас ничего не получается. А есть прогноз экспоненциальный. И даже если мы этого не можем представить, то по всей вероятности он будет двигаться именно таким образом. И это кардинально отличается от того, что вы видели за свою жизнь. Ведь скорость развития будет ее превышать. Все, что было изобретено за ваши 30, 40, 50 лет, будет изобретаться и воспроизводиться в качестве информации и технологий буквально за месяцы, недели, дни. Логика подсказывает, что в определенный момент скачок будет настолько большим, что он просто кардинально изменит жизнь, такой, какой мы ее знаем. И этот процесс уже начался. Ведь прямо сейчас количество обновлений и изменений, происходящих в нейросетях, для обычного человека становится уже просто белым шумом. И он не успевает замечать, насколько все быстро развивается. Потому что мы живем в абсолютно новом мире. Так все же, когда нам ожидать достижения ASI? Сэм Альтман в своей статье Intelligence Age сказал, что достижение сверхразума нам осталось всего несколько тысяч дней. А возможно потребуется немного больше. Его же конкурент Дарьо Амадея из Антропика сказал, что мы достигнем AGI уже к 2026 или 2027 году. Это сотни дней. Даже не пятилетка. Основатель Singularity.net Бент Герцель считает, что существует появление AGI уже к 2027 году. Но, конечно же, полно мнений, в котором AGI может достигнуть быть только в 2045 году. И, конечно же, это прогнозы. Такие же прогнозы, как будет ли сегодня дождь или нет. А мы знаем, что они частенько бывают, ошибаются. Прогресс уже не остановить. И он как джинн, вышедший из бутылки. Обратно его не вернуть. И лучшее, что можно сделать, это его выгодно использовать. И человечество прямо сейчас, и ты, дорогой мой зритель, стоишь перед выбором. Как провести эти ближайшие тысячи, а возможные всего лишь сотни дней. Развиваясь экспоненциально так же с ИИ или отказаться и консервативно блокировать подобные развития событий. И технологии, идущих вместе с ним. Ну и, конечно же, не выбирать тоже выбор. Какую роль мы выберем, зависит только от нас. Какую жизнь проживем, зависит только от нас. Ведь наш AGI уже достигнут. И мы каждый носим его с собой каждый день. Вопрос только, как мы им будем распоряжаться. Поэтому помните, что сколько бы ни осталось до достижения AGI, все эти дни ваши, сделайте их по-настоящему счастливыми. Огромная благодарность всем тем, кто досмотрел до данного момента. Обязательно подпишитесь на данный канал. Поставьте лайк этому видео и напишите комментарий. В случае, если вам понравилось или не понравилось, так я буду знать. Не хотите упустить момент достижения AGI? Вступайте в телеграм-канал. Всех выбравших развития я жду у себя в клубе. А мир нерастей не стоит на месте. Поэтому мы увидимся с вами совсем скоро. Пока-пока.